Катастрофа L-04-9 на озере Тахо. Крупная авиационная катастрофа, произошедшая в воскресенье 1 марта 1964 года на берегу озера Тахо. Самолеты Lockheed L-04-9A Constellation Ruin авиакомпании Paradise Airlines Ruin выполнял пассажирский рейс из Сан-Хосе в Саут-Лейк Тахо-Руэн, что на южном берегу озера. Но при заходе на посадку в условиях метели пилоты приняли решение уходить на повторный заход. Однако, будучи дезориентирован, экипаж отклонился в неверную сторону, а затем авиалайнер врезался в гору на берегу близ местности Zephyr-Kelveroin. При этом погибли 85 человек. Крупнейшая авиакатастрофа в штате Невада. Самолет Lockheed L-04-9A Constellation с регистрационным номером N-86504 был выпущен заводом Невады Эрмотив примерно в конце 1945 – начале 1946 года. Так как в 16 января 1946 года он поступил в американскую авиакомпанию Transcontinental Amp-Uisternair, которая в 1950 году была официально переименована в Transworld Airlines. 31 марта 1962 года авиалайнер вернулся на завод-изготовитель, а 7 июня 1963 года его приобрела американская авиакомпания Paradise Airlines UIN. Общая наработка борта N-86504 составляла 45629 часов, в том числе 104 часа от последнего техобслуживания. Как впоследствии было установлено, установленная на авиалайнере противообледенительная система не удовлетворяла требованиям по выполнению полетов в условиях обледенения. Вес и центровка на протяжении полета из Сан-Хаса были в допустимых пределах. Экипаж, командир воздушного судна, 45-летний Генри Норрис, Paradise Airlines с 13 ноября 1963 года имел квалификацию пилота самолетов Douglas DC-3, DC-4, DC-6, DC-7 Кертис и Срайдс и Минус 46 команда Lockheed 18 Lockheed Constellation. Также имел квалификации бортинженера и полетного диспетчера. Шеф-пилот авиакомпании Paradise Airlines имел общий налет 15 391 час, в том числе 3266 часов на Lockheed Constellation и 1414 часов полетов по приборам. Налет за последние три месяца, 113 часов в аэропорт Таховале летал раз 10, последний из которых был за день до катастрофы. Второй пилот, 28-летний Дональд Т. Уотсон, Paradise Airlines с 29 марта 1963 года имел квалификацию пилота одной многомоторных самолетов, включая Lockheed Constellation. Общий налет 3553 часа, в том числе 1533 часа на Lockheed Constellation и 149 часов полетов по приборам. Налет за последние три месяца, 182 часа. В аэропорт Таховале летал сотню раз и достаточно хорошо знал местность в этом районе. Борт-инженер Джек Каортли, Paradise Airlines с 4 октября 1963 года общий налет 3700 часов, в том числе 912 часов на Lockheed Constellation. Налет за последние три месяца, 161 час. Стюардесса, 29-летняя Венетта Макдауэлл. В Paradise Airlines с 26 июня 1963 года. Катастрофа, самолет выполнял внутренний пассажирский рейс PD-901А по маршруту Окленд-Салинес в Сан-Хосе, Саут-Лейк-Тахо. При подготовке плана полета в компании были вынуждены указать визуальный заход на посадку в аэропорту Таховале Эрвен, так как план с заходом по приводам не был утвержден. Также погодное бюро США прогнозировало в районе Азератаха сложные погодные условия, но диспетчеры авиакомпаний на основании имеющихся у них данных и собственной оценки прогнозировали, что погода в районе аэропорта назначения будет все же благоприятной. В 8 часов 43 минуты рейс 901А вылетел из Окленда и в 9 часов 11 минут приземлился в Салинесе. Салинес был покинут в 9 часов 27 минут, а в 9 часов 46 минут была выполнена посадка в Сан-Хосе. Здесь с самолета сошла часть пассажиров, а вместо них сели новые. Всего на борту находился 81 пассажир, из которых 18 сели в Салинесе, а 63 в Сан-Хосе, а также 4 члена экипажа. В 10 часов 40 минут авиалайнер вылетел из Сан-Хосе в Саут-Лейк Таха по правилам визуальных полетов. Расчетное время посадки 11 часов 29 минут. Вскоре экипаж запросил и получил разрешение на полет по приборам на эшелоне 110 по воздушному коридору Виктор-6 Южный до Сакрамента, а затем по Виктор-6 до радиомаяка озера Таха. В 10 часов 57 минут экипаж связался с рейсом 802, который возвращался из аэропорта Таха в Али и спросил о погоде в районе Таха. Командир встречного самолета передал, что на эшелоне 120 наблюдается обледенение на озере Снегопад, а горная цепь, окружающее озеро, закрыто облаками. Тогда экипаж рейса 901А запросил и получил у диспетчера разрешение подняться сперва до эшелона 130, а через 9 минут уже до 150. В 11 часов 14 минут когда самолет находился примерно в 25 милях юго-западнее радиомаяка Таха, его засветка из-за сложных погодных условий пропала с экрана радиолокатора в диспетчерском центре управления воздушным движением в Окленде. Еще через 4 минуты диспетчер в Окленде до указания рейсу 901А после прохода радиомаяка озера Таха сохранять курс на юго-запад и ждать дальнейших. Указание в 11 часов 31 минута с самолета подтвердили получение информации и доложили о прохождении радиомаяка на эшелоне 150. Далее экипаж связался с диспетчером авиакомпании и посетовал, что они еще на эшелоне и следуют к южному берегу озера, так как им сообщили о некоторых сложностях. Также было запрошено разрешение на выполнение захода по приводам, если они будут вынуждены вернуться к радиомаяку Таха. Но в 11 часов 21 минут экипаж отменил решение о таком заходе, заявив, что наблюдает южный берег. Следующий радиообмен рейса 901А с диспетчером состоялся в 11 часов 27 минут, в ходе которого последний передал экипажу информацию о погоде в аэропорту Таха валей за 11 часов. Сплошная облачность с примерной нижней границей – 2000 футов, видимость 3 мили, снег, температура воздуха – 32 градуса по Фаренгейту, ветер – 10 узлов, настройка высота мера – 29,97. Однако многие свидетели, включая экипажи других самолетов, указывали, что из-за метели фактическая видимость в районе аэропорта составляла от 300 до 700 футов, а ветер достигал 30 узлов. В 11 часов 29 минут диспетчер услышал радиосигнал, но не смог установить связь. Это было последнее радиосообщение с рейса 901А. Согласно показаниям ряда свидетелей, в промежутке между 11 часов и 11 часов 30 минут они видели, либо слышали самолет «Констеллейшн», который попытался в условиях метели приземлиться в аэропорту Таха валей, но прервал заход. После чего севернее аэропорта выполнил разворот по часовой стрелке на северо-западный курс и затем исчез в снегопаде. В 7 часов 36 минут следующего дня поисковый вертолет американских ВВС обнаружил место падения самолета примерно в 9 милях северо-восточнее аэропорта на заснеженном склоне прилегающего горного хребта высотой 2,7 километров. В 11 часов 29 минут летящий на высоте 8 675 футов над уровнем моря авиалайнер врезался в покрытый лесом склон горы Гена и полностью разрушился. Катастрофа произошла на территории соседнего штата Невада близ поселения Зефир Ковер-Руин. Все 85 человек на борту погибли, что делает данную авиакатастрофу крупнейшей в штате Невада и в истории самолетов модели Локхи Т-049 «Констеллейшн Руин». Расследование, проверка записей по техническому состоянию самолета выявило, что в период с 14 июня 1963 года по 29 февраля 1964 года было сделано 11 замечаний по работе системы феррозондового компаса. А за день до катастрофы появилась и запись о расхождении показаний между левым и правым высотомерами. Кроме того, в ходе опросов экипажа сообщили, что они не всегда записывают в журнал обнаруженные в полете замечания. В ночь перед катастрофой технический персонал выполнил ремонт обоих высотомеров, а также феррозондового компаса номер 2. После в журнале по техобслуживанию были поставлены подписи об этом, но как удалось выяснить в ходе расследования, техник, который занимался компасом, впервые обслуживал датчик такого типа, но не стал сперва ознакомляться с технической документацией. Также не проводилась проверка показаний прибора после повторной его установки на место. Ремонт компаса проводился из-за того, что за день до катастрофы была отмечена его ненадежная работа при выполнении поворотов. Что до высотомеров, то на приборе со стороны командира наблюдали залипание показаний, а прибор со стороны второго пилота при стоянке на земле показывал высоту на 100 футов ниже. Высотомеры сняли, проверили на испытательном стенде и отрегулировали. При этом механик, который делал такую работу, забыл закрепить винт регулирования шкалы барометрического давления. Когда настраивал высотомер со стороны командира, оба высотомера на самолет ставил радиотехник, который делал это впервые и не стал проверять после установки давления, а также утечки из системы ПИТа, как это указано в руководстве по техническому обслуживанию. Причиной, по мнению комиссии, катастрофа была вызвана сочетанием ряда факторов. Прежде всего, экипаж получил неверный прогноз о погоде в районе аэропорта назначения, но когда столкнулся с погодными условиями, которые резко отличались от прогноза, то принял решение не ожидать прояснения в зоне аэропорта и не уходить на второй круг, а стал все же выполнять заход на посадку. При этом не интересуясь у диспетчера аэропорта о фактической погоде, противообледенительная система при этом не включалась. Затем из-за сложных метеоусловий пилоты не смогли найти аэропорт и начали уходить на второй круг, для чего повернули на восток и поднялись до высоты 9000 футов. При этом экипаж на данном этапе не мог выполнять визуальный полет и перешел на полет по приборам, но так как ранее в полете не были замечены отклонения в работе феррозондовых компасов и высотомеров, то самолет на самом деле направился на северо-восток в сторону высоких гор, да еще и на меньшей высоте. В заключении комиссии причиной катастрофы была названа ошибка экипажа, который нарушил процедуры, установленные для выполнения визуальных полетов, и начал выполнять заход на посадку в неблагоприятных погодных условиях. Это затем привело к уходу на второй круг, а с учетом неверных показаний приборов еще и к дезориентации экипажа на местности, при этом не была соблюдена минимальная высота для выполнения полета в среде гор.